а куда же мы приехали что же тут написано russian food давайте посмотрим что у нас тут есть в ирочка у меня масочки в такой натуральной а я маски а я маски между прочим джуси кутюр оксана мне подсоропила боже селёдочка картошки боже меня слюни текут а вот это что за рыба я не знаю посмотрите к белая вкусная это сардина обалденно это соленая семга селма красная икра я вообще не могу даже спрошу а что это за рыба вот это вот большая а что это за рыба вот это отри она нарезана таким большим осетрина соленая а как сколько стоит то целый паунд окей ира-то ира-то у нас смотрите смотрите семечки 5 долларов 5 долларов а вот интересно в россии есть какой вот до сих пор бабушки помнишь кулечка им продавали семечки сидели пулечек посыпали вы в газетный так как мне нравилось к бабка но такие бабушки сидели на сколько ты пакетов взяла нога над а что ты мне это профессионально любишь да а зубы то не жалко тебя говорят счищаются ставим еще на миллион тогда ладно семечки вообще это хорошо смотри сколько соленей вот я их не люблю вообще не люблю не люблю а вот кашельную капусту теперь буду любить мне тут мои подружки наговорили что это очень хорошо так а это чего это значит у нас очень вкусная сардинки так мне на кето мне на кето надо что-то такое чтобы не было никакого этого сахара что это ира это сыр копченый сулугуни вкусная для любимого мужа он любит что-то сулугуни я даже никогда название не слышала копченый видишь смог сыр но не какие-то стали маленькие не раньше побольше пути а цена такая же тележку которая возит на колесах это амишевская сметанка очень вкусно это амишевский сыр творог творог тоже очень вкусный когда машина посчитать сколько там углеводов сколько там сахару так читаю так углеводов 0 сахара 3 грамма но не так много но нормально подходит давайте джурман вы посмотрите какая прелесть молодого коровка еще вологодский ряженка да тоже вологодский а вот ряженку ты любишь вообще ряженку наверно нельзя на этом я очень люблю ряженки ну как ой да углеводов много сахара много нет ряженки нельзя мне жаль это шкафы думаешь лучше немецкая финское масло или вологодская я бы взяла финская я не знаю почему вологодская какой-то белая кажется она должна быть желтое масло все так а это вот и вроде желтого я не знаю масло льняное прянички тортики печенинки ой-ой-ой-ой какая вкуснятия ира у нас на зеленых чаях и вот этот вот чай и в орландо покупала самый лучший да он в простых упаковках и самый такой им больше энергии дает так что берем этот чай тоже как ты его завариваешь просто 1099 1399 ну ладно зато его много здесь да да обычно завариваю в термос и кипятком заливаю и все ой а вот кстати то что мне наташа карпенита привозила это вот такой же кейк русском вот фундук вы знаете очень редко я где вижу чтобы был чищенный фундук это очень большая редкость фундук это мой самый элиминный орехами вот ира покупает ты посмотри-ка чего бабка-то наша бабкины семечки боже мой боже мой ира ира ну не так ты сама-то бабку превратишься это необходимость это складывать так а это вот мое тут по-скромному рыбка квашеная капуста сардельки и эти шпроты ну давай ира с добром ой ой пошла сейчас моя вот видите тут корово а вы специально коробочки держите чтобы вы складывали класс спасибо так так сейчас алена мне скажет и моя алена москвы неужели те не стыдно паразитка покупаешь эту капуста я тебя научу как ее солить ничего я и тумана соли тоже вот мы сыра перепарковываемся отсюда сюда здесь смотрите русские русские как вроде такой кафе а тут русский магазин они всегда против того чтобы парковался кто-то около магазина и шел в ресторан и также если кто-то паркуется у ресторана идет магазин они между собой как бы тут спорят так помягко говоря и вот вы купили в магазине парковали здесь а теперь мы пойдем сейчас покушаем и нам надо парковаться здесь но слава богу здесь никого нет вообще только две парковки для этого ресторана это конечно смешно поэтому тыра припарковалась как мажориха и теперь мы не будем бояться что нас будут кричать ругать и вообще нашу машину могут увезти как они сказали да вот этот ресторанчик называется окса кейк девушка зовут оксана которая здесь готовить мы-то раз не разговаривали так что мы пойдем с оксана с оксана говорю что ты можешь пойду и покушаем что-нибудь да с тобой но я бы твороженку взяла носит твороженку пороженки как перепарковывались ёб твою ёб твою ёб твою а по 0 а что такое почему с одиннадцати работа сколько времени ну пол одиннадцать ну так мы еще можем посидеть ты придем да поехали на флаглор бич там еще посмотрим погуляем я хочу в русский магазин поесть что-нибудь а нам как раз 30 минут хватит это вон через дорогу а потом опять вернемся посмотрите нам открыли как мажором сказали приходите девочки хоть мы с одиннадцати но а покушать то есть чего все все будем кушать омлет вот как-то раз они нам делали ну вот нужно омлетик да я хочу круассанчик можно ну вот я на кето диете копченым лососиком я с этой кето диетой тоже мне вот амулет надо я сейчас закажу вам омлет и кофе мы опять за тот же столик с с этой забыла имя так как представляете сырочкой на тот же столик сейчас сядем и будем с ней припеваючи и на обратном пути я купила кофе и вот пару раз его заваривала ну вообще не то понимаешь посмотрите я это у нас специально вот это вот это шапочка на голову нужно такую чашечку турецкую атмосферу вопрос по омлету что туда шпинат перчик шпинат перчик я не хочу шпинат потом лук помидор эти грибы есть есть грибы все равно мне можно и перчика положить а мне американо я не люблю это очень-очень сильные строгие я не понимаете кофе очень сильный но такие я люблю такое ведро вам это по мне на ка понюхаю быстрее турка-то какая-то берешь она уже прямо турции пахнет девочки за вас вот такой вот ведро кофе нам по душе ну если вы видели если это балерина это балерина большого театра посмотрите лисецкая просто сидит почему не знаю почему такая утонченная о мой наташа серьезно вообще такой аромат вкус вот это кофе и вот это кофе совершенно ира говорит это совершенно разные но я беру это кофе этот кофе горячий сладенький а чё ты без сахара без сливок без сливок оно варится оксана сказала что секрет это любви еще добавить туда нужно мая оксана мед ты ложишь кладешь туда мед кладешь или сахар что-то коричневого сахара коричневого сахара что куда чего коричневого сахара потому что я придаваю омлетики кушать с колбаской ой вы посмотрите колбаска с луком да такой омлетик шикарный прям вот видно сразу что наше наше да ира ира то среди улыбается в предвкушении омлетик пахнет а колбаску понюхай у них домашняя колбаска там жиром пахнет вот это тебе какие-то еди да вообще вкуснятия а я говорю вы шоколадом что ли мне полили похоже на шоколад говорит омлет шоколадом это сильно вообще надо попробовать американцы же все приятного аппетита да приятного аппетита нет девочки и мальчики ну что мы довольность и тёхонькие побежали как я сказал да ира как тебе вкусненько было еще с собой взяли еще с собой нам завернули не говори еще белорусской колбасы как она называется полныца а как сказал по пальцем делом пальцем пальцем пхана это когда который сам пальцем делано нет но за пищи на она это называется а вторая называется который копченку и купила полынется но сейчас тебе это вот с белоруссией колбаса пальцем делано пальцем пханая наташа так я почему знаю потому что мне мама из белоруссии мы все детство когда пока с родителями жила мы ее тоже делали тоже пальцем делал тоже пальцем пхала пальцем пхали так так посмотрим сейчас мы спустимся с этого с этого моста и посмотрим какой вид у нас вот моста что там я сейчас винца досмотрела по камере винца то у меня забор они забора другой стране ну в общем вот так с собой разговаривать конечно у меня гузарь была она пока у нее дети были в казахстане она все время из америки смотрела что они дома делаю с ними также разговаривала вот так же через микрофон до чего дошел прогресс до невинных чудес а дальше что там на глубины остановлен бег вкалывает роботы а не человек кстати робот пылесос купили робот вакуум у меня артем купил тоже сейчас вакуум он по ночам ездит там шуршит по дому вот у меня артем такой купил ира мне привезла гостинец из далекой страны из какого-то другого штата нам признать и кога из чикаго короче говоря привезла мне костинец на который страшно смотреть в чикаго она когда его покупала она пробовать его не захотела говорит а вдруг и что случится привезла ко мне поэтому мы сегодня с ней вдвоем будем пробовать потому что винс отбот рядом с нами если что у нас откачает правильно потому что про это я узнала через тебя между прочим через меня мы не будем сейчас говорить что мы будем пробовать но в следующем видео вы увидите я думаю она вот веселая может и винс это попробуем уговорить это все сейчас веселой ой мы это любим мы любим это такие видео и вы тоже любите поэтому лишь только на даши жире не остаться после этого ну надо 24 часа что прошло дорогам конечно когда ты травишься так оно не сразу поэтому это же не мамба змея тебе на подносе все девочки и мальчики ждите очень веселое видео я думаю винсента я постараюсь по крайней мере чтобы он понюхал что ли будет и даже на 2 это как американец ел русского да 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 а тут ира с наташей как американец ел а блюдо то взять чтобы плевать китайской кухни блин зря ты наверное догадаются ну ладно неважно пусть догадаются даже про такое не догадаться наверное китайская кухня мне кажется не каждый китаец это смелится съесть ну раз продаю значит это можно есть правильно вообще говорят что она выглядит страшнее чем на самом деле вкус но я не знаю выглядит ужасно но если учесть то что китайцы едят там на рынках то всякую всячину ладно скажу вам что вам есть летучую мышь которая принесла коронавирус мы именно ее съедим я уже коронавирусом переболела мне уже не страшно да значит ты с удовольствием больше есть кетчупом польешь и все лапки так вот хулиганка ира да хулиганка все не могу дождаться просто после того как я поела у оксаны завтра комблеты все не могу дождаться когда буду есть то на что страшно смотреть по моему это может быть только у фалькона на канале я наташа когда-то покупала не было так а дорого стоит сколько и ручка вот мне все пишут наташа поставь забор у тебя на саду чтобы тебе грызуны эти не приходили вот ты считаешь что забор может защитить грызунов попасть на территорию он может быть чуть-чуть защитить они по этому дереву по по забору даже даже если пластиковый забор они строили если не даже на дома на крыше забираются конечно у нас соседи и вот конечно же как они на нашу крышу забрались себе 2000 долларов отдали только что за крышу там семья целая жила и ты представляешь что не забирается ладно стенки вертикали но чтобы под крышу а как это я не знаю как это поэтому забор это просто смешно причем если пластиковый забор то надо его весь маслом обмазывать чтобы по забору не залезть так они под забором подруют зачем я буду убивать свой вид сада из-за того что ничего все равно не поможет да это так дорогостоящий забор с нами но это одно главное что это не спасет и не спасет я просто думала после твоих видео что может быть какой-то отбор гибкий там какой-то электронный девайс но если нам эта служба сказала что это тоже не помогает то и смысл не помогает я купила вчера знаешь что я купила вчера в лоус такой в бутылке жидкость они сказали если вы вокруг дерева это польете то они к дереву даже не подойдут и там за вам птичка запах нет запах мочи койота фу господи но мы это не будем чувствовать нет мы это не почувствуем а именно они это чувствуют вот этот запах и короче говоря вот я купила если я увижу что птицы начали залетать я полью на два месяца хватает сказали но наверное и ловить больше я не хочу что-то у меня вот здесь вот это в клетках животные не могу даже будь я их и не убивала но не поташливает меня уже но забор мне точно не нужен потому что я знаю точно он не поможет вид весь у меня испортит и мы конечно жили спокойно и без камеры не знали что они все время всю жизнь ходили эти животные да но то что они крышном прогрызли это был первый звонок и второй звонок когда они у меня птенцов убили я поняла что и слишком много но правые подписчики что всех не переломишь и все этого не переломишь поэтому будем мы как-то делать чем-то посыпать перцем или что-то чтобы они но тем более если бы я на что американцы думаю что ой в россии медведи по улицам уходят не так слышала лайками они тут реально по улицам уходят на самом деле американцы очень хорошо к животным относятся ведь они остановят маховые если утка переходит дорогу то есть все машины остановятся если лось там или что-то но грызуны это для них как бы совершенно другое грызуны это вот приравни на крысам но здесь нет ни одной бездомной собаки ты же знаешь да и если собака где-то потерялась они обязательно в приюты а я помню в россии свора свора бездомных собак бегает и их отлавливают убивают я не знаю убивает часы лет раньше это делали издевается на дубе как вообще-то по броню мама зиму кормила этих кошек и собаки голубей и вот недавно перед весной видна служба какая-то они приехали раскидали отравленную еду и все кошки и собаки я хочу сказать просто я хочу сказать прежде чем осуждать говорить что вот в америке жестокие люди поверьте мне в америке мне надышаться на природу и не надышаться на животных которые здесь живут здесь все сохранено абсолютно опять же для того чтобы осуждать другую страну других людей надо посмотреть что в вашей стране делается да и я сама из россии я сама знаю прекрасно сколько там бездомных собак кошек сколько там всего этого и очень часто я показываю допустим уток и меня комментарии такие ой у нас давно больше сожрали и я вижу очень часто такие комментарии здесь никого не трубы поэтому а гуси какие вот особенно района ты линозе чикаго там такие здоровые гуси дикие иногда едешь целое поле даже травы не видать сколько там гуси тысячи никто не трогает все дикие гуси смотри а как я тебе показала как енот набросился на собачку ужасно я помещу под этим видео если не забуду как еноты стаями приходят прям и собачка бегала маленькая емки и они просто растерзали она еле выжила но это дом или какой-то дом это дом это это случается очень часто очень часто хоть вы и говорите что это животных это этих животных дом и мы туда заселились но это тоже не право защищаться ведь может не можем люди дать им делать то что они хотят это что же ну не нормально а если медведь придет к нам и будет раздирать нас мы тоже то скажем и они конечности бы тяжкие но они очень красиво я против того что бывает любое животное кстати но намного вообще против но то что их можно отвозить куда-то это очень хорошо каждый раз платить это тоже смешно и штанов останешься поэтому мы будем какие-то другие способы чем-то посыпать отрава я тоже не хочу посыпать чтобы их травить но можно посыпать так чтобы они нюхали и сюда они заходили потому что им это не нравится ну вот это ищите наташи смотрела видео тут американская бабушка одна она уже старенькая у нее енот живет как пэт как домашний животных это у многих у многих пэт живет и и ну так ты должна понять если воспитывать с первых дней то он уже становится домашний дикого ты так никогда не приучишь дикого взрослого он разделить тебя насквозь также опоссом и сколько опоссомов в америке как домашние животные даже скунсы у них у них удаляет пламенты и такие вонючие тектор них удаляет гонíb и они живут как домашние животные привученные у них удалять в детстве какой нет я тут гордились очень много ты можешь набрать домашний животные скунс домашнее животного опоссом домашний живот энергии внутри очень много в америке обожаю данным об этом когда ваших животных он при considered Раньше были, знаешь, эти юбки, ёлочки такие чёрные, эти, растягивающие. И эта человек новой этой юбки в гости приехала. И мы пришли смотреть у них там в клетке, и эти скрунцы были такие чёрные, жёлтенькие. Ну, они же, наверное, удалены были, кланды-то. Не-не-не-не, они мне дали этого, я сама попросила, дайте мне, они мне посадили на эту юбку. Короче, я потом эту юбку сколько не стирала, Конечно, такой же спрей. Такой ужасный запах, короче, выкинула чёртую эту юбку. Если ты возьмёшь скунсой, он тебе спрей сделает в машине, машину можно выкидывать. Хуже, чем после мёртвого человека. Стирала сколько раз, но всё равно воняет. Машина уже никогда никто не купит, и запах никогда не выпидлится. Настолько, настолько ужасно. Поэтому, а хотя их очень много домашних животных. Ой, в Америке обожают енотов как домашних животных. Слушай, тут нет, наверное, американской семьёй, у которых нет домашних животных. У меня, у тебя. Я и не ту. Ты говоришь, нет, американской семьи, у которых нет домашних животных. А, ну, обычные американцы, они прямо за этим домашним живут. Собаки, там всякие ракушки, они прямо как за детьми за ними смотрят. Ты посмотри, сколько здесь этих ветклиник, это такой бизнес. Вообще, в принципе, то, что мы взяли этого енота и отпустили на чужую территорию, это то же самое, что ты поймала бы крысу у себя в доме, да, и побежала бы и отпустила её в тот чужой огород. Это, в принципе, полицейский сказал, это то же самое вы сделали. То есть, взяли проблему, я знаю, но я теперь-то понимаю, проблему вы взяли у себя и дали проблему другим. То есть, вы не решили проблему. Поэтому да, это, конечно. И опять же, я говорю, что... А мы куда едем-то? У тебя домой. А, да? Ты что-то как будто едешь в другую сторону. И ты че, мышь есть. Мне кажется, ты в другую сторону едешь, нет? Нет, может, нет. Вот, и я что хочу сказать? Опять же, я повторяю, я против убийства любого животного, никогда не позволю никому убить животного, если я это вижу, да. И если я увижу... Вот, допустим, я увижу, моя подруга, какая бы она хорошая ни была, но если я увижу, что она издевается над животными или над детьми, я позвоню в полицию, если я увижу, что издеваются. Стукачка. Это не стукачество, если на самом деле издеваются. Нет, конечно. Ну вот. Но... Ну, ты, кстати, американская черта, они же не стучат. Нет, ну подожди, если это на самом деле издевательство, как люди, бывает, бьют животных и все такое, ты что? Ну, так я и про что тебе говорю? Или как над детьми издеваются? Ну, как ты можешь это? Мимо не пройдешь? Поэтому... Ну, моя ходитая же позвонила, она даже видела, что мы ничего плохого ему не сделали, но ей хотелось... Ах, как хотелось! Это больной человек. Ну, это понятно, да. Что там уже... Это же что-то за все... Выздоравливай, Иришка. Это как Путин сказал. Выздоравливай. Желаю вам здоровья. Выздоравливай. А то у тебя в башке черная плесень, не знаешь, что с тобой делать уже. Господи, я говорю, она когда-нибудь, может, мне в клетку попадется, докормить я ее не буду, потому что кормить же нельзя этих таких животных, грызунов. Может, она ко мне когда-нибудь в клетку попадет. Кстати, она похожа очень на опоссума. У нее даже... Ты видела на фотографии? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!